Луи Ван Галем Луи Ван Галь так и поступил, Барселона блестяще стартовала в первенстве Испании и в шведский город Сольна на встречу с Аиком прибыла в качестве фаворита Состав Барселоны самый странный, но есть боевой Руцет, ворота в первый номер 6-й Рональд Дебур, 7-й Луис Пигу, капитан команды, 8-й Филипп Коку, 9-й Патрик Клювер, 10-й Яри Литманен, 11-й Ривальдо, 12-й Серки, 17-й Винстон Богар, 22-й Франк Дебур и 26-й Хави Ну, может быть, не слишком привычна форма каталонцев, больше привыкли их видеть в синей гранатовой форме Но, тем не менее, и такая амуниция в распоряжении Барселоны тоже есть Состав советского клуба Матья Шаскер в ворота Кристор Норген, капитан команды, 2-й номер Ола Андерсон, 3-й Микаэль Брундин, 5-й номер Не больше Новакович, это Шувет, между прочим 7-й номер Даниэль Тернстрём, 8-й Андриас Андерсон, 11-й Томас Лагерлов 14-й Дэвид Льюн, 15-й Майкл Кьолио, 16-й и 17-й Фонтус Камар Как видим, на первых порах Айки огрызался и провел несколько опасных атак Стандартное исполнение следов всегда доставляли массу беспокойств их соперников И с того же все знают, что в Еврокусах со шведскими клубами играть не слишком удобно И уж определенно неприятно То есть для Барселоны Айк считался крепким арестом, хотя фаворита искать долго не приходилось И где-то минуты в 15-й Барселона забрала крепко бразды в правлении в свои руки Когда Барселона берет бразды в правлении в свои руки, считай, она начинает пропускать контратаки Вот такие же контратаки и пропускали каталонцы, и, как говорится, если бы не Серхи А это уже Барселона атакует Серхи, смещается в центр с левого фланга Отыгрывает оскоку в стенку и набрасывает мяч на дальнюю станку, куда стремился, да не добежал Ревальдер Главный тренер шведского клуба Фюард Бакстер так, забегая вперед, и не выпустил на поле своего сына Ли Бакстера Ну, у него к этому особых и показаний-то не было, а это травма Травму получает Уинсон Бога уже на 17-й минуте встречи Потом получает травму Серхи Достаточно много было полос, хотя по этой части Мачкетский не стал самым выдающимся в туре, не стал самым грубым Вполне естественно, когда команда набирает ход и начинает играть в свою игру, то количество нарушений заметно сокращается А вот, когда травму получил Бога, вместо него вышел Абилардо, и эта замена достойна того, чтобы хотя бы ее отметить поначалу Еще одна атака Барселоны, подача Луиса Фигу в центр с рафной, Крюнгер, привычный до себя стилит, сбрасывает мяч под удар своему капитану И счет остается прежним Уже становится ясно, что легкой победы Барселоне сдать не приходится Наверняка до Вангаря доходит увести из Флоренции о том, как играют Фиорентина и Арсенал, матч, который вы видели И знает Луи Вангарь, что там 0-0, как и Сольния И, в общем-то говоря, борьба в группе Б, которая многим признается одной из самых сильных, если не самой, еще с толком и не начиналась Второй тайм, о замене Фиорентина и Барселоны я уже сказал Второй тайм команды начинает свежий состав, что и заканчивали первый Нет замены следов и, естественно, одна замена у Барселоны Рональд де Бур Стандартный для каталонцев способ разыгрывания мяча Долгий контроль Забегая вперед, скажу, что Барселона контролировала мяч 60% времени В отличие от 40 у Айка Но, по сути дела, само по себе это ни о чем еще не говорит Трудно назвать игру, в которой Барселон бы не имел Серьез над соперником по проценту времени владения мячом А это знаменитый удар Реварду с левой со стандартного положения, что вратарь отпускает мяч перед собой, может стать ошибкой только в условном смысле Больный хороший удар у Бразильца Клювер выигрывает вверху все, уже не первый матч Форма, в которой находится Гаваринец, просто великолепна Он играет не только сильно, он играет настолько эстетично, что спору даже еще и задумаются, кто красивее из тех нас вы сейчас, может быть Ну, во всяком случае, в Нью-Йорке играет именно в таких ситуациях И каждому, может быть, свое мнение Ну да ладно, в Усть-Фигу разыгрывает мяч Яри Литманина Сброс мяча сюда, на левый фланг, где Ревальду притоился Правой ноге он тоже бить умеет, и мяч потрясает дальнюю стойку ворот Атаки Барселоны становятся все более и более настойчивыми Мяч в центр поля практически не переходит Обратите внимание на окончательный счет удара с поворотом 17-3, всего 10-11 счет прицельных ударов В пользу, естественно, Барселоны Команда начинает отрабатывать свое звание фаворита в эту стрель Айк, большей частью, доходил только до Страфной Вот одна из атак, получает мяч Не бойся на Лакович И бьет, и бьет с линии Страфной С огромным трудом всех фарирует этот мяч А надо себе представить, с чего ему стоит сохранить концентрацию Практически не имея работы И опять подобрали, наверное, момент, где оживилась игра Айка И тот же Навакович задевает потрясающий просто мяч Это случилось на 72-й минуте встречи Не бойся, Навакович Это не призыв, это имя и фамилия Седьмой номер команды Айк заставляет трибуны содрогаться Вот в таком победном кличе Единственный удар в створ ворот за целую игру То есть вот такой, да, который не отразил всех И, пожалуйста, Барселона попадает из положения фаворита В положение проигрывающей стороны А гол, правда, хорош, а? Вот так осуществить обстановку, практически не поднимая головы И одним движением копнуть под мяч Так вот, полетел именно так, как хотелось Как рукой положил Да еще от перекладины И никто не может прийти на помощь Видите, Литмана чуть выдвинулся вперед Хотя это, конечно, обман Немножко оптический На самом деле, Литмана метров на пять Остает ни Абилардо, ни Филипп Тот, вписающий на помощь защитникам Уже не удел в тальках и руках Между прочим Надо ли говорить, что Барселона пошла вперед И вот и Ревальдо бьет в очередной раз Мясо чуть выше ворот Трудно представить себе, что переживал это мгновение Луи Вангаль Потому что все последние старты Барселоны в Лиге Чемпионов Если не похожи как близнецы братьев То, во всяком случае, отличительные свойства имеют одно После каждого из них Барселона могла быть очень недовольна собой Желтая старта Каспадара, как Абилардо И желтая именно потому, что арбитр Что игрок команды Хозяев не получил травму Двойной заменой производит шведы До конца матча остается 4 минуты Там Арбитр уходит, уходит Новакович Герой эпизода и герой матча И Корнелиус он выходит вместе с Матиасом И у испанцев одна из-за замены прошла А вот видите Абилардо Недаром я напомнил, что он заменил Линфона Болгарда Умение этого защитника подключаться к атаке И особенно играть на втором этаже Очень хорошо известно Сколько уже мячей забил он в таком стиле Но может быть не в последние годы Очень кстати этот гол пришелся За 4 минуты до конца Отключился Абилардо В рассельнице находятся футболисты Айка А Барселоне надо спешить Надо забивать второй гол Потому что аппетит, как говорится, приходит во время еды И тут уже свежие футболисты Они стали считать им всего достоинства Пользоваться тактическим полом Приближая конец игры Луи Фига подает мяч И Дани, вышедший на замену Вместо стати Клюверта Сделал его дело Выиграл борьбу наверху И на 93-й минуте Вывел Барселону вперед Всего арбитр добавил больше 5 минут В этой встрече И судя по тому, какие столкновения И такие травмы Это все оправданно Дело в том, что очень большие были остановки И вот таким образом Барселона, матч, которая могла записать себе пассив Закончить он 7 минутами раньше Вполне записала в свой актив И вышла в лидеры группы Б Вышла в лидеры группы Б Потому что и Пиорентина, и Арсенал Потеряли уже по 2 очка